Для учебы и расширения кругозора. В селе Верхняя Якушка Новомолоклинского района открылась точка роста. На базе средней школы комплектованы два класса. Сделан ремонт и установлено оборудование. 3D-принтер, конструкторы для робототехники, ему лежит для оказания первой медицинской помощи, расположились в классе информатики. А в классе географии обустроили шахматную зону и площадку для занятий с квадрокоптерами. Теперь уроки информатики, ОБЖ и труда стали еще интереснее. Для уроков технологии поступило оборудование, такие как электролобзик, электродрели, электрограверы. Ну то есть дети будут отрабатывать практические навыки. Ребята уже приступили к занятиям. Ученики 9 класса специально для наших зрителей устроили гонки на квадрокоптерах. Пятиклассники смастерили механическую руку и подъемник с компрессором. На создание роботов ушло несколько дней. Я люблю заниматься робототехникой, потому что я люблю собирать разные конструкторы. Это я собирала примерно за 3-4 урока. По инициативе федерального центра во всей стране открываются точки роста. Модернизация школ началась год назад. Еще в прошлом году в Ульяновской области работало 29 учебных лабораторий. В этом году прирост продолжился. Сегодня в Ульяновской области в рамках этого марафона открываются два центра точка роста в Новомолоклинском районе, в Средней Якушкинской и Верхней Якушкинской школах. В целом в сентябре, вот я уже сказала, 42 центра таких в Ульяновской области открыты. Сегодня завершается этот марафон. В этом году на организацию точек роста направлено 45 миллионов рублей. К 2022 в Ульяновской области будет функционировать 200 научно-познавательных центров. Точки роста входят в приоритетное направление нацпроекта образования. Виктория Черкова, Руслан Баталов. Новости Уллправды ТВ.